Друзья, ровно год назад я делился с вами историей жизненного пути культовой американской писательницы Харпер Ли, но сегодня дошло дело и до ее лучшего, нет не так, единственного настоящего друга Трумэна Капоте. Многие знают его как эпатажного и скандального человека, который якобы в перерывах между своими вечеринками успевал набрасывать кое-какие рассказы. Но я хочу вам рассказать о том, каким в действительности был Трумэн Капоте и как усердно он работал над тем, чтобы стать писателем. Итак, с вами канал Яки Бук и мы начинаем. Новый Орлеан, штат Луизиана, 30 сентября 1924 года. Именно здесь и именно в этот день в семье Лили Майфолк и Аркулуса Персонса появился на свет маленький мальчик, которого назвали Трумэн. Не прошло и пары лет, как молодая семья распалась. Родители Трумэна развелись, а самого мальчика отправили в Монравиль, штат Алабама, где следующие 4-5 лет его воспитывали родственники матери. Переезд в Монравиль подарил Трумэну Капоте два самых важных знакомства в его жизни. Первое с няней Рамбли Фолк, дальней родственницы его матери, которая и привела мальчику любовь к литературе. Ну а второе с соседской девочкой Нелли Харпер, которая стала самой близкой подругой Трумэна и автором одного из самых значимых романов американской литературы «Убить пересмешника». Позднее Капоте на основе образа Харпер Ли создал персонажа Ида Белль в других голосах, других комнатах. Что касается его няни Миссис Фолк, то она настолько сильно повлияла на становление мальчика, что Трумэн в своих будущих произведениях упоминал ее чаще, чем своих родителей. В рождественском воспоминании 1956 года о своей, без преувеличения второй матери, он напишет. «У нее было замечательное лицо, мало чем отличающееся от лица Линкольна, такое же скалистое, окрашенное солнцем и ветром. Будучи одиноким ребенком, Капоте научился читать и писать еще до того, как пошел в школу. Я научился читать, когда мне было 4 года. В первом классе я читал, как старшеклассник. Из-за этого, как ни странно, у меня были одни проблемы. Учителей этот факт почему-то обижал. Детство я провел среди таких людей и в таких местах, где слово «культура» было пустым звуком. Меня считали немного эксцентричным, надо сказать, не беспочвенно и глупым, на что я, разумеется, обижался». В 1932 году его родная мать Лили Мэй забрала мальчика к себе и вместе со своим вторым мужем они переехали в Нью-Йорк. Отчим Трумэна Хосе Гарсия Капоте был бухгалтером из кубинского городка Юнион де Рейс. Мало того, что он принял мальчика как родного сына, он еще и дал ему свою фамилию, которая вскоре стала знаменита на весь мир. Так что свои первые пробы пера в 11-летнем возрасте мальчишка писал уже под именем Трумэн Гарсия Капоте. «Я писал очень серьезно, когда мне было около 11. Я говорю серьезно в том смысле, что, как и другие дети, идущие домой, занимающиеся игрой на скрипке, пианино или чем-то еще, я обычно приходил домой из школы каждый день и писал около трех часов. Я был одержим этим». В 1932 году он учился в школе Тринити в Нью-Йорке, затем в военной академии святого Иосифа. В 1939 году, когда семья Капоте переехала в Гринвич, штат Коннектикот, Трумэн вступил в среднюю школу Гринвича, где он писал как для школьного литературного журнала «Зеленая ведьма», так и для школьной газеты. «Я презирал все свои школы, я менял их одну за другой и год за годом не успевал по простейшим предметам. Они вызывали у меня скуку и отвращение. Я прогуливал занятия как минимум дважды в неделю и все время убегал из дома. Мне было 12, когда директор школы сообщил моей семье, что я умственно отсталый. Он полагал, что будет разумно и даже гуманно отправить меня в школу для особых детей. Члены моей семьи оскорбились и, чтобы доказать мою полноценность, отправили меня в исследовательский психиатрический центр проверить коэффициент интеллекта. Я вернулся домой гением с точки зрения науки. Не знаю, кто был более потрясен – мои учителя, отказывавшиеся в это верить, или мои родители, не желавшие в это верить. Они-то хотели, чтобы я был просто обычным мальчиком. Ха! Я был невероятно доволен собой, изучал себя во всех зеркалах, надувал щеки и сравнивал себя с Флабером, Мопассаном, Мансфилдом, Прустом или Чеховым». Когда семья Капота вернулась в Нью-Йорк в 1941 году, мальчик поступил в школу Франклина. Это частная школа Верхнего Вестсайда, которую он окончил в 1942. Это был конец его формального образования. Еще до окончания учебы в школе Франклина Капота начал работать копирайтером в художественном отделе за Нью-Йоркер, должность которой он занимал в течение двух лет, пока не был уволен за то, что разозлил самого Роберта Фроста. «Я понимал, что хочу стать писателем, но не был уверен, что стану им, пока мне не исполнилось 15. Тогда я начал беспардонно посылать свои рассказы в журналы. Однажды, когда мне было 17, я получил первый, второй и третий положительный ответ с одной и той же утренней почтой. Я чуть с ума не сошел от счастья». Между 1943 и 1946 годами Капота написал непрерывный поток рассказов, в том числе «Мириам», «Моя сторона дела» и «Закрой последнюю дверь». За последнюю он даже получил престижную премию о Генри в 1948 году. Его рассказы публиковались как в литературных ежеквартальных журналах, так и в известных популярных журналах, включая «За Атлантик Монсли», «Харперс Базар», «Харперс Мэгазин», «Мадмуазель», «За Нью-Йоркер», «Прэри Шунер» и «Стори». В июне 1945 журнал «Мадмуазель» опубликовал его рассказ «Мириам», а уже в следующем году он получил приз за лучший впервые опубликованный рассказ. В 2013 году швейцарский издатель Питер Хах в архивах Нью-Йоркской публичной библиотеки нашел 14 неопубликованных рассказов Капоте, которые были написаны в этот период. Издательство Random House опубликовало их в 2015 году под названием «Ранние истории Трумэна Капоте». Во время интервью для Париж-ревью в 1957 году Капоте рассказал о своей технике рассказа следующее. Поскольку каждая история представляет свои собственные технические проблемы, очевидно, что нельзя обобщать их по принципу «дважды два равно четыре». Найти правильную форму для своей истории значит просто найти наиболее естественный способ рассказать историю. Проверка того, угадал ли писатель естественную форму своего рассказа заключается именно в следующем. Можете ли вы, прочитав его, представить его по-другому, или он заглушает ваше воображение и кажется вам абсолютным и окончательным, как апельсин окончательный? Поскольку апельсин – это то, что природа сделала правильно. Уже упоминаемый нами рассказ «Рождественское воспоминание» во многом автобиографическая история, происходящая в 30-х годах, также была опубликована в журнале «Мадемуазель» в 1956 году. Она была выпущена отдельным изданием в твердом переплете в 66-м и с тех пор публиковалась во многих изданиях и онтологиях. Где-то в 40-х годах Капоте написал и свой первый большой роман, действие которого происходило в Нью-Йорке. История повествует о летнем романе известной светской львиции и обычного парковщика. Позднее Капоте утверждал, что рукопись была уничтожена, но спустя 20 лет после его смерти выяснилось, что рукопись была извлечена из мусора еще в 1950 году в квартире, которую раньше занимал сам Капоте. Роман был опубликован в 2006 году под названием «Летний круиз». Интересный факт, что на настоящее время права на экранизацию летнего круиза до сих пор принадлежат актрисе Скарлетт Йоханссон, которая приобрела их в 2013 году и планировала снять адаптацию. Критический успех одного из его рассказов «Мирьям» с 1945 года привлек внимание издателя Беннета Сёрфа, в результате чего был заключен контракт с Рэндом Хаус на написание романа. Получив аванс в размере полутора тысяч долларов, Капоте вернулся в Монравиле, начал работу над романом «Другие голоса, другие комнаты», которые мы упоминали чуть ранее, и которые он продолжал писать в Новом Орлеане, затем в Саратога-Спрингс, Нью-Йорке, Северной Каролине, в конце концов завершив его в Нантаките, штат Массачусетс. Он был опубликован в 1948 году. Капоте описал эту символическую сказку как поэтический взрыв сильно подавленных эмоций. Роман представляет собой полуавтобиографическую историю детства Капоте в Алабаме. Спустя десятилетия в сборнике «Собаки лают» он прокомментировал «Другие голоса, другие комнаты были попыткой изгнать демонов, бессознательной, полностью интуитивной попыткой, поскольку я не осознавал, за исключением нескольких случаев и описаний, что она в сколько-нибудь серьезной степени автобиографична. Перечитывая это сейчас, я нахожу такой самообман непростительным». Другие голоса, другие комнаты вошли в список бестселлеров Нью-Йорк Таймс и оставались там в течение девяти недель с продажами около 26 тысяч копий. Реклама и споры вокруг этого романа привели Капоте к славе. На фотографии Гарольда Хальма 1947 года, которая использовалась для рекламы книги, был изображен лежащий Капоте, яростно смотрящий в камеру. Джеральд Кларк в книге «Капоте. Биография от 1988 года» писал. «Известная фотография Гарольда Хальма на суперобложке других голосов комнат вызвала столько же комментариев и споров, сколько и проза внутри. Трумэн утверждал, что камера застала его врасплох, но на самом деле он вскоре признался, что был ответственен как за снимок, так и за рекламу». По словам Кларка, фотография произвела шум и придала Капоте не только литературную, но и общественную публичность, которую он всегда хотел. Фотография произвела огромное впечатление на 20-летнего Энди Уорхола, который часто говорил об этом фото и писал Капоте фанатские письма. Когда Уорхол переехал в Нью-Йорк в 49-м году, он предпринял многочисленные попытки встретиться с Капоте, и увлечение Уорхола автором привело к первой персональной выставке Уорхола в Нью-Йорке. 15 рисунков, основанных на произведениях Трумэна Капоте, которая прошла в галерее Хьюго с 16 июня по 3 июля 52-го. А Капот этим временем в соавторстве с Джоном Хьюстоном написал сценарий к фильму «Победи дьявола», который вышел на экраны в 53-м. Далее было важное путешествие писателя по Советскому Союзу с гастрольным спектаклем «Порги и бес», во время которого он написал серию статей для «За Нью-Йоркер», которые вошли в его первую документальную книгу «Музы слышны». «Завтрак у Тиффани», короткий роман и три рассказа 1958 года объединил в себе заглавную новеллу и три коротких истории – «Дом цветов», «Бриллиантовая гитара» и «Рождественское воспоминание». Героиня «Завтрака у Тиффани» Холли Галайтли стала одной из известнейших работ Трумана Капоте, а прозаичный стиль книги вынудил Нормана Меллера назвать Трумана Капоте самым совершенным писателем своего времени. Изначально предполагалось, что новелла будет опубликована в июльском номере «Харпер Базар» за 1958 год. За несколько месяцев до ее публикации в виде книги издательством Random House. Издатель «Харпер Базар» Хёрст Корпорейшн начал требовать изменений в резком языке Капоте, который он неохотно сделал, потому что ему понравились фотографии Дэвида Ати и дизайнерская работа арт-директора Харперс Алексея Бродовича, которые должны были сопровождать текст. Но несмотря на его согласие, Хёрст приказал Харперс не запускать новеллу в любом случае. Его язык и тематика по-прежнему считались неподходящими и были опасения, что крупный рекламодатель Тиффани сотреагирует негативно. Возмущенный Капоте перепродал новеллу «Esquire» для ноябрьского номера 1958 года. По его собственным словам, он сказал Esquire, что будет заинтересован в этом только если будет использована оригинальная серия фотографий Ати. Но к его разочарованию в журнале было использовано только одно полностраничное изображение Ати. Второе было использовано для обложки. Вскоре после этого новелла была опубликована, как и предполагалось, издательством Random House. Для Капоте завтрак у Тиффани стал поворотным моментом, как он объяснил Рою Ньюквисту. «Думаю, у меня было две карьеры. Одной из них была карьера не по годам развитого молодого человека, опубликовавшего серию действительно замечательных книг. Я даже сейчас могу их прочитать и оценить их благосклонно, как если бы они были работой незнакомого человека. Предположительно, эта новая книга настолько близка, насколько я могу, по крайней мере, стратегически. Новая книга «Хладнокровно правдивый отчет» о серийном убийстве и его последствиях 1965 года была вдохновлена статьей из 300 слов, опубликованной 16 ноября 1959 года в Нью-Йорк Таймс. В статье описывалось необъяснимое убийство семьи Клаттера в сельской местности Холкомба, штат Канзас, и цитировались слова местного шерифа. Похоже, это дело убийцы-психопата. Очарованный этим кратким известием, Капоте вместе с уже знакомым Нэм Харпер Ли отправился в Холкомб и посетил место резни. В течение нескольких следующих лет он познакомился со всеми фигурантами расследования и большинством жителей городка и района. Вместо того, чтобы делать записи во время интервью, Капоте запоминал разговоры и сразу же писал цитаты, как только интервью заканчивалось. Он утверждал, что его сохранение памяти для дословных разговоров было проверено на более чем 90%. Капоте вспомнил свои годы в Канзасе, выступая на международном кинофестивале в Сан-Франциско в 1974 году. «Я провел 4 года в той части западного Канзаса, пока работал над книгой, а затем над фильмом. Как это было? Было очень одиноко и сложно, хотя там у меня появилось много друзей. Я должен был, иначе никогда не смог бы как следует изучить книгу. Причина в том, что я хотел провести эксперимент в журналистском письме, и я искал тему, которая имела бы достаточные пропорции. Я уже написал много повествовательных журналистских статей в этом экспериментальном ключе в 50-х годах для Нью-Йоркер, но я искал что-то особенное, что дало бы мне большой простор. И однажды я листал Нью-Йорк Таймс, а на последней странице я увидел очень маленький заголовок. И там только и было сказано «Канзасский фермер убит, в Канзасе убита семья из 4-х человек». Примерно такая тема. И сообщество было совершенно сбито с толку, и это была полная загадка того, как это могло бы быть и что могло произойти. И я не знаю, что это было. Думаю, дело было в том, что я ничего не знал о Канзасе, об этой части страны или о чем-то еще. И я подумал, но это будет для меня свежим взглядом. И я сказал, но я просто собираюсь пойти туда, просто смотреться и посмотреть, что это такое. И возможно, это та тема, которую я искал. Может, преступление такого рода есть в маленьком городке. Вокруг него нет огласки, и все же в нем есть какая-то странная заурядность. Так что я пошел туда, и я приехал всего через два дня после похорон Клаттеров. Все это было полной тайной и длилось два с половиной месяца. Ничего не случилось. Я остался там и продолжал исследовать его и исследовал, пока не подружился с различными властями и детективами, занимающимися этим делом. Но я никогда не знал, будет ли это интересно или нет. Вы знаете, я имею в виду, что все могло случиться. Они никогда не смогли бы поймать убийц. Или поймали бы киллеров. Может быть, вышло бы что-то совсем неинтересное. Или, может быть, они бы никогда не заговорили со мной и не захотели бы сотрудничать со мной. Но так получилось, что они их поймали. В январе дело было раскрыто, и тогда я установил очень тесный контакт с этими двумя мальчиками и очень часто видел их в течение следующих четырех лет, пока они не были казнены. Но я никогда не знал, даже когда я был на середине книги, когда я работал над ней полтора года, я, честно говоря, не знал, буду ли продолжать, потому что это было огромное усилие. Хладнокровно был опубликован издательством Random House в 1966 году сразу после публикации в The New Yorker. Научная литература, как называл роман сам Капоте, принесла ему литературное признание и стал международным бестселлером. Но после него Капоте так и не написал ни одного романа. Вражда между Капоте и британским искусствоведом Кеннетом Тайненом вспыхнула после того, как в обзоре Тайнена на Хладнокровно говорилось, что Капоте хотел казни, чтобы у книги был эффектный финал. Хладнокровно принесло Капоте много похвал от литературного сообщества, но были и те, кто поставил под сомнение определенные события, описанные в книге. В статье для Esquire в 1966 Филипп Томкинс отметил фактические несоответствия после того, как он поехал в Канзас и поговорил с некоторыми из тех людей, у которых брал интервью Капоте. Короче говоря, Капоте создал произведение искусства. Он по-своему очень хорошо рассказал историю великого ужаса. Но несмотря на блестящие усилия по саморекламе, он совершил как тактическую, так и моральную ошибку, которая нанесет ему вред в краткосрочной перспективе. Настаивая на том, что каждое слово в его книге является правдой, он сделал себя уязвимым для тех читателей, которые готовы серьезно изучить такое широкое утверждение. Элвин Дьюи, агент ФБР, который был изображен хладнокровно, позднее сказал, что последняя сцена, в которой он якобы посещает могилы Клаттеров, была чистым изобретением Трумана Капоте. За время расследования Дьюи и его жена Мэри стали настоящими друзьями Капоте. А когда в 1967 году была выпущена киноверсия «Хладнокровная», Капоте организовал для Мэри Дьюи 10 тысяч долларов, которая заплатила Columbia Pictures за услуги платного консультанта по созданию фильма. Капоте был открытым геем. Одним из его первых серьезных любовников был профессор литературы колледжа Смита Ньютон Арвин, получивший национальную книжную премию за свою биографию Германа Мелвилла в 1951 году и которому Капоте посвятил другие голоса, другие комнаты. Тем не менее, Капоте провел большую часть своей жизни и до самой смерти в партнерстве с Джеком Данфи, коллегой-писателем. Но несмотря на их длительные отношения, казалось, что они оба временами жили совсем разными жизнями. Их раздельное жилье допускало автономию в отношениях и, как признал Данфи, избавило от мук наблюдения за тем, как Капоте пьет и принимает наркотики. Несмотря на собственное утверждение, что человек теряет по одному баллу IQ за каждый год, проведенный на западном побережье, сам Капоте купил себе дом в Палм Спрингс и предал себя постоянному пьянству и разгульной жизни. По этой же причине он так и не закончил ни одного романа после Хронокровна. Неудачно стих и его собственный сценарий новой киноадаптации великого Гэтсби. В 1972 году Капоте сопровождал The Rolling Stones в их первом американском турне в 1969 году в качестве корреспондента Rolling Stone. В конце концов, он отказался писать статью, поэтому журнал отыграл свои интересы, опубликовав в апреле 1973 интервью автора, проведенное Энди Уорхолом. Сборник ранее опубликованных эссе и репортажей «Собаки лают, публичные люди и частные места» появился позже в том же году. Благодаря своей общественной жизни Капоте собирал наблюдения для откровенного романа «Ответы на молитвы». В конечном итоге он будет опубликован как «Ответы на молитвы. Неоконченный роман». Книга, которая находилась на стадии планирования с 1958 года, должна была стать американским эквивалентом в поисках утраченного времени Марселя Пруста и кульминацией формата документального романа. Первоначально, запланированный к публикации в 1968 году, роман был в конечном итоге отложен по настоянию Капоте до 1972 года. Из-за задержки он был вынужден вернуть деньги, полученные за права на экранизацию компании 20-е столетие «Фокс». Капоте говорил о романе в интервью, но продолжал откладывать дату выхода. Говорят, что неудача с публикацией «Ответов на молитвы» привела Трумэн Капоте к новому уровню злоупотребления наркотиками и алкоголизма. В конце 70-х Трумэн Капоте все чаще появляется в клиниках реабилитации от наркозависимости, а его нервные срывы все чаще доходят до общественности. В 1978 году ведущий ток-шоу Стэнли Сигелл дал в прямом эфире интервью с Капоте, который в необычайно пьяном состоянии признался, что не спал 48 часов. И на вопрос Сигела, что произойдет, если вы не справитесь с этой проблемой наркотиков и алкоголя? Капоте ответил. Очевидный ответ заключается в том, что в конце концов я имею в виду, я убью себя, сам того не желая. Прямая трансляция попала в заголовки всех национальных газет. После этого Трумэн Капоте пытался взять себя в руки. Он подверг себя подтяжке лица, похудел, экспериментировал с пересадкой волос. Но несмотря на это он так и не смог перебороть в себе зависимость от наркотиков и алкоголя. Переехав в Лос-Анджелес, он все еще пробовал писать. В 1982 году в декабрьском номере журнала «Рождество Христова» появился новый рассказ «Одно Рождество», а в 1983-м в журнале «Плейбой» появилось эссе «Вспоминая Теннесси», посвященное Теннесси Уильямсу, умершему в феврале того же года. К сожалению, это были последние опубликованные работы писателя, вышедшие при его жизни. Трумэн Капоте умер в Белл-Эйр, пригороде Лос-Анджелеса, 25 августа 1984 года. Согласно отчету, причиной смерти стало заболевание печени и множественная лекарственная интоксикация. Он умер в доме Джоан Карсон, бывшей жены Джонни Карсона, ночного телеведущего, в программе которого Трумэн был постоянным гостем. Капоте был кремирован, а его останки, как сообщается, были разделены между Джоан Карсон и Джеком Данфи, хотя Данфи утверждал, что он получил весь прах. После смерти последнего в 1992 году его прах и часть праха Капоте были развеяны на Кривом пруду между Бридж-Хэмптоном и Сак-Харбор, штат Нью-Йорк, а часть праха Капоте, ранее принадлежавшего Джоан Карсон, была продана с аукциона в 2016 году. Что ж, таким был Трумэн Капоте, настоящим, искренним, да, со своими недостатками, но это был его выбор и его жизнь. Не нам его судить. Судить мы можем только его произведения, ведь именно они должны быть по сути достоянием общественности, а не его личная бурная жизнь. И если вы еще не читали, к примеру, завтрак у Тиффани, то это нужно поскорее исправить. Ведь, как сказал один известный автор, из этого романа я бы не убрал ни единого слова. Он идеален. Ну а с вами был канал ИКИБУК, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok